всем привет зашел на лор обнаружил такую новость про то что появился продажа компьютер то волга то волга терминал на на базе российского процессора байкал т1 байкал т1 наделал не меньше шума чем эльбрус только эльбрус это наверное стопроцентная отечественная разработка никакой это не из парк не путайте это чуть-чуть есть там кто же похожий процессор но это не эльбрус эльбрус это чисто наша разработка байкал это процессор на архитектуре mips 32 вот так и сразу же естественно появились долбоебы прошу прощения за мат которые начали тут писать а зачем он нужен ежедругие процессоры сразу же начали сравнивать ну как всегда там сами да и италом слава богу не начали там проводить какие-то там у диванные тесты на тему того что как бы лучше бы запускался quake 3 или doom там или еще что-то или windows какой-нибудь на а седьмом или на данном процессоре этот процессор точнее эта машина собирается для структур где требуется повышенная безопасность при полном же при даже при большом желании вам данную машину не продадут все обсуждение отечественных процессоров диванные по сути потому что у обычного физического лица данного компьютера на руках нет не с процессором эльбрус не с процессом процессором байкал т1 вот так поэтому все вот эти сравнения можно просто свернуть в трубочку и засунуть себе в одно место какой-то какая-то вот рабская позиция раздражает да это отмывание денег да это там то да там это это то есть русский linux нам русские дистрибутивы linux получается не нужны русские процессоры не нужны такая арабская позиция в таком стиле типа зачем это вообще делать а зачем развивать свою архитектуру езжи совсем другой езжи то есть альтернативная как интел там то есть 86 там есть еще какие-то архитектуры но почему бы самим не начать уже что-то делать да вот начали да вот уже выпускаем да дорого по той причине что малые партии поэтому цена кусается вот на эту машину цена будет 69 тысяч российских рублей на на компьютер с процессором эльбрус цена будет злее там 200 тысяч рублей ну и на руки эти компьютеры вам никто не даст совершенно никто не даст эти компьютеры для госструктур сравнение если сравнивать x86 и примеру вот этот вот компьютер нужно по крайней мере запускать одинаковое программное обеспечение а тут машина под совсем другие задачи поэтому у меня такие обзорчики всяческие обзорчики немножко доводили до сначала бомбления потом для смеха люди сравнивают как ну точнее не не в состоянии сравнить я уже говорил нет у людей этих машин на руках физических лиц так вот они там выдумывать начинают вот блин да там какой-нибудь там фар край там лучше пойдет на седьмом там xp быстрее там семерочка будет на этом запускаться не думая о том что эти машины совсем на другой архитектуре вот так не буду говорить что байкал чисто чисто стопроцентно русский и технология русская можете все это почитать на сайте байкал электроникс это не совсем чисто русская архитектура мипс 32 но все же молодцы то что что-то делают пусть не совсем не сто процентов свои технологии но что-то вот они собрали вот такой вот сейчас компьютер появился то время когда информационная безопасность прежде всего у нас есть и машины которые будут служить государством они закупаться где-то там за бугра даже если посудить о том что альтернативные западные машины дешевле да они дешевле но поддержка безопасности на данных машинах мне кажется со всеми расходами станет примерно в тех же самых или шестьдесят девять тысяч или даже в 200 тысяч при том что технология то закрытая забугорная я не говорю там про ядро линукс там еще про что-то я говорю про железяки так если закупать обо что-то и информацию нашу украдут легко это не паранойя это про жизнь на практике знаете как бывает спасибо за внимание